Мы перевезли свое барахло Даже расщедрились на такси А Макс тут пока меня не было Завершил наш санузел Я вообще в шоке, как он вот это вот все тягал Потому что они очень тяжелые Вот этот мы поднимали с ним вдвоем Ну я ему помогала А вот эти он стоял сам Вот эти две самые такие весомые Тяжеловато было, конечно Вот, вот такой вот закуток получился Здесь будет стиральная машина и сушильная машина Ну и тут шкаф Сделаем для хранения всякой пряди Так, ну очень просторненько получился, я считаю Субтитры сделал DimaTorzok Макс тут что-то мудрит Он готовится к покрытию штукатурки Сейчас делает маячки Опять нарисовал маркером, как он тогда делал С выравнивание пола Вот так вот получу ровняет Вот, соприкоснулась, сошлось Вот тут получается у нас стена неровная Вот так вот, оп, большая А тут, ну какая махонькая Покрыл ее грунтовкой Я не знаю, надо было ее покрывать, не надо Ну, он так, пробный вариант Все же учимся Вот, хотя на вот этой вот штукатурке написано Что не требует ни финишной шпаклевки, ни грунтовки не надо Типа там все уже схвачено Но мы решили помазать все равно Так, а я тут порядок немножко навожу Пылить нельзя пока Потому что он там грунтовку свою наложил Вот У меня сортировка была хлама Ну, как, инструментов Вот, сейчас Макс закончит свои делишки И я буду тут наводить порядок Пылесосить, подметать В общей комнате Вот, и все в одно местечко складывать У нас такой, в общем, сегодня Лайтовый день Мы переезжали, мы, наконец, переехали Сегодня 1 октября Ключи мы получили 12-го Сколько получилось у тебя, Макс, на строительство стен? Две недели? Ну, вот, где-то числа 14-го, наверное, он начал строить И дня два назад закончил Ну, он там доделал еще Ну, да, короче, ну, полмесяца Ну, и все Сегодня мы забрали все вещи Все наши баулы Оказалось, что у нас очень много барахла Я не думала даже, что его так много у нас Первый раз включили плитку Что-то она дымит Это у нас чайник Такой строительный Будем сейчас пить чай, Смакс Ну, вот, собственно В нашем доме появился, наконец, чай Кипяток И, кстати, дали отопление Но, правда, меня смущает Что оно не такое горячее У нас такой шикарный выбор Либо сгоревшая сгущенка Либо забродившее варенье Малиновое 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 Ты что, не чувствуешь малину? Зато свое, да, Макс? Запомните вот эти печенья Никогда их не берите Отвратите меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раннее утро У Макса процесс Кипит Работа Идет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сложно штукатурить? Ну, если не уметь, то да, значит сложно Но стены сложнее было строить? Ну, сложнее Стены там ничего сложного нет, технологий каких-то Ну как, есть, но... Физическая сложность, да? Да, понятно, что надо вставить А тут? А если надо выдерживать процессы какие-то там? Он, короче, думает, что у него все равно неровная получилась стена По мне такое вообще красота Нет, не понимаю Я вижу ровно Там чуть не хватило только Но это потом доделается Сегодня срезаем пену Ну, мы это значит макс Вот Я, короче, что делала Я шлифую вот эту стену Ну, стыки Вот эти вот не стыки, а Короче, шероховатости более-менее сглаживаю Он это будет покрывать шпаклевкой Вот это, значит, у нас штукатурка А здесь будет шпаклевка Нет, эту, по-моему, стену он вообще оставит А вот эту будет шпаклевкой покрывать Потому что Потому что Потому что она у нас более-менее ровная, эта стена И вообще тут у нас будет как бы и шкафы в потолок стоять И фартук будет То есть, короче, все это будет закрыто И стен не будет видно А вот эта стена будет видна Потому что она у нас открытая Так, дальше Дальше, что он еще сделал Он сейчас срезал вот этот вот проем Все неровности Макс вчера полстены покрыл С поклевкой У нас во все рабочий процесс Сегодня он ушел на работу Первый день после выпуска Я второй день работаю здесь Все, мы полдня с ним ругались Уже все подбешивает Он хочет побыстрее все сделать У него болит живот Ну, короче, я не знаю, что Либо он надорвался Либо что-то как-то Ну, короче В болячку это превращается Его переусердствование Но он хочет все поскорее сделать Чтобы все было уже готово Я ему говорю Не гони Я сама вчера ходила Бесилась из-за того, что Ну, блин, неудобно все Что грязно Все в этой пылище Посуду мыть там неудобно Ну, короче Какие-то вот эти вот мелочи Ну, у меня больше психов Из-за работы Потому что я нервничаю Не успеваю Когда Так У меня на сегодня задание Вот эту стеночку Апшу-шу-шу-шу Сделать И вот эти две стены Не знаю, успею Я за сегодня не успею Ну, короче Вот это мне надо ошкурить Шлифануть И вот это Ну, и Макс Свет вчера провел Теперь у нас есть свет Мы переехали Кстати, сегодня спальня На нормальной кровати Это я уже все собрала Вот У нас теперь пустая спальня О, Макс Уже тут орудует Спиливает, короче Вот эти штуки Вот тут какие-то Железки Вот Я сейчас все это буду делать Чищать По максимуму И будем Штукатурить Я постараюсь Макс Помочь В этот раз Апробируем Грунтовку Матовую 25 сантиметров Макс По всем меркам Хочет Зачем ты на грунтовку Тут делаешь Сразу отличается Нет Наоборот Там была Глянцевая Ну ты, конечно, там вот так Кидал Много было Много было Ну и что, тебе нравится Штукатурить? Да Мне нравится Штукатурить Штукатурить Маляк Вот такую вот красоту Максик сделал Просто камера не передает Но это идеальная просто стена Она такая красивая Гладкая Особенно когда Такой контраст Необработанная стена И готовенькая Вообще шик Утро у нас началось С похода в МФЦ Мы пошли Забрали согласие Никто к нам, конечно, не пришел Ну, ранее мы На перепланировку Подавали документы Никто к нам Из администрации не пришел Просто дали бумажку Что мы год Спокойно можем делать ремонт Вот И потом надо будет опять идти И их осведомлять о том Что мы все сделали Приходите, проверяйте, пожалуйста Вот По дороге зашли Купили Герметик Пену Будем доделывать Нет, не тут С другой стороны Да Вот тут будем доделывать Там пены Где еще осталось С другой стороны Вот Такая стеночка у нас получилась Вчера А сегодня Сегодня будем Если сейчас мы Волну заберем А, ты особо не раздевайся, Макс Что-то нам там Штукатурку обещал Нам подогнать На 200 рублей В чате В общем Ремонта Вот Ну и что-то еще будем делать Макс Пытается Снести Маяк Маятник Или как там он Называется Маячок Не знаем Что получится Но думаю Что надо попробовать Тем более У нас эта стена Такая Экспериментальная Ну там все будет Просто заставлено Особо не будет Ой Получается Приколюха Ну не так сложно Как я думала Ой Прикольненько Так-то Все как по маслу идет, да? Ух ты Как интересненько Да Я думала Это сложнее будет Оказалось Все-таки Маяк Это маятник То маячок Разрезал трубу Запихал Эти штуки Еще Вот эту Снова Разрезал Вот Потом Это все Запенится Добро Заклеится Не знаю В общем так Со всеми дырками В этих самых Перегородках Да, Макс? Да Вытащили мы Значит Маякети И тут Увидели Личину какую-то Не знаем Откуда она появилась Но вроде больше нет Ну уже не есть Хорошо У нас закончилась Штукатурка Мы Залезли в нашу группу Написали У кого что есть Нам продали Дешевле Чем Макс Первый Покупал Вот Три мешочка За 600 рублей Мы взяли Гидроизоляция Ну там она не полная Наполовину В подарок И еще вот это Вот тоже Даром Хорошо Когда Рядом Есть соседи И они тоже Строятся Вот Поработали грузчиками Наполовину Наполовину Нам помогли Ребята Со двора Вот Меня поражают Эти люди Которые Делали Этот короб Я не знаю Как Ребенок Туда должен Пролезть Или кто Не понятно Вообще Сейчас нам Сейчас нам придут Вернее не придут А уже пришел Товарищ Он будет Отключать Стрики И Макс Будет Менять Ну вот эти Штыки Краны Круба Не знаю Что там Краны Краны Косяковатый Получился Кран Ну Обычно Это горячая Холодная Вода Вообще Пять минут Он поменял А вот С полотенцесушителем Там какая-то Жопа Там Строители Что-то То ли Заклеили То ли Еще Что-то Ну короче Там Проблема Даже Этот Сантехник Который Приходил Нам Стояк Отключает Сказал Что Это Очень Проблематичная Тема Там Что-то Если Либо Оставлять Либо Срезать Короб Так Как Ну Видели Да Очень Узкий Там Просто Не пролезешь Либо Его Как-то Спиливать Потом Что-то Там Нагревать Макс Сказал Ну короче Расширять Фигню Чтобы Снять Ее И только Потом Менять Краны И вот Сейчас Пока Дилемма Либо Оставлять Так Как Есть Но Макс Там Что-то Уже Сорвал Один Кранчик Вот Поэтому У нас Теперь Течет Вода Все Будем Делать Дальше Пока Думаем Макс Трудится Не покладая Рук Вот Такую Шумоизоляцию Он Установил Молодец Развел Ты тут Конечно Чистоту Он говорит Я вообще Там Говня Ковыряюсь Ты сидишь С компьютером Ну Блин Не Получилось Да Я Это Хотела Сказать Вот Думаю Лучше Промолтили Я Вообще Это Первый Ран Делаю И Думаю Меня Никто Не Очеред Сегодня У нас Life Day Ну Макс На Работе Мне Осталось Вот Эту Штуку Даш Кребать Потому Что Раньше Кровать Тут Стояла И Не Могла Это Сделать Пьяно Так Я Посрезала Ну Там Чуть Чуть Было И Уборка У меня Сегодня На Сегодня Ну Ничего Макс Работает Я Работаю Не Всегда Ремонт Делают Правда Надо Отдыхать Вот Ну Макс Говорит Что Мы Очень Медленно Все Делаем Надо Как-то Нам Ускориться Ну У нас Как-бы Сейчас Ни Финансы Особо Не Позволяют Это Сделать Ни Силы Тоже Потому Что Он Вчера Только Из Больницы У Него Болел То Желудок То Вообще Образа Жизни А Маячки Теперь Вытаскиваю Я Это Очень Приятное Занятие А вот Не приятное Занятие Это Вот Это Шкурить Вот Все Добро Мне Прям А ты Что Делать Бундирование Одеваешь Пока Макс Ковыряется Там С Кранами У Дельце Я Сейчас Буду Грунтовать Вот Эту И Вот Эту Стену Да А В В Ощем Грунтовать Стены Это Прикольно Скажу Я вам Это Очень Классно Особенно Когда Так В У Тебя Фонтан Сверху Ну Так Делаю Круза Конечно Но Я Всяла Там Гавни Уже Вот Но Стены у меня уже красивенькие такие стали. Сейчас еще буду немножко покрываться, а то что-то я Низ тут Макс сказала, не доделала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тем временем Макс настраивает луч, чтобы выровнять наше окно, потому что оно то ли так, то ли так, ну короче, вот так вот его надо выровнять. Ну, дело у нас движется. Тут немножко заштукатурили, сейчас будем как-то это выравнивать все добро. Почему? Сложность, потому что здесь есть угол, он сейчас, конечно, прицепится, будет правило держаться. А как здесь будет держаться? Нет, Макс сказал, что маятник он здесь ставить не будет. Короче, как-то сделаем, то я бы заморочек это делал. Вот, ну и маячки, где были, замазали. Ну, я думаю, за эти два дня комнату мы оприходуем. Это мы за шпаклюем и готово. Ведро было полное, ну, ведро большое. Я не знаю, что там литров, но, короче, оно большое. На 9 литров воды, наверное, если не на 10. Вот. Мы думали, что нам не хватит, в принципе, этого ведра. Наоборот, вернее, много останется, но нам не хватило. Вот это все надо заделывать. Еще вот с маятником тут вот этот вот косяк. Не знаю, что получится, но у нас все равно здесь будет навеска висеть. Сейчас мы что будем делать? Сейчас мы будем шпаклевать. Макс, мне покажут, как это сделать. Это я еще не умею пока. Наша комната почти готова. Макс сейчас доляпывает шпаклевкой то, что вчера у нас не доляпывали. Ну, доделываешь. Вот. Сейчас мы сделали штукатуркой, доделали окно. Ну, снизу более-менее. Тут, наверное, эти, как они называются, откосы, навесы на подоконник, наверное, будут. Так что там ничего, нормально выправиться. А вот вверху сейчас что-то придется мудрее. Сейчас подсохнет чуть-чуть, потому что очень криво получилось. Ну, штукатуркой мне понравилось работать больше, чем шпаклевка. Шпаклевка более такой прям ответственный какой-то момент. Вот, потом еще Макс герметиком сегодня окошечко, наверное, будет проходить. Ну и, пожалуй, все на этом. Комната готова у нас. А как мы решаем вопрос со стиркой и с принятием душа в ванной? У нас, короче, рядом с домом, буквально в 10 минутах ходьбы, находится прачка самообслуживания. Так называется сам прачка. Это сеть, она находится по, не знаю, других регионах нет. Есть в Москве, Московской области есть. Я вчера за час постирала, высушила белье в сушильной машине. Замечательно. Мне пришлось со свежим, чистым, теплым бельем домой. Очень хорошо, очень удобно. Вот, а что касается душа, мы здесь рядом нашли в хостел, ходим туда купаться раз в три недели. Ну, такая раз в три недели. Бля. Раз в четыре дня мы ходим туда принимать душ так основательно. Ну, конечно, каждый день мы здесь моемся, там, подмываемся в ведрах, в унитазе. А Леночка сначала отшуршуркала, все, ну, отшкурила. Потом пыль, значит, обеспилила все это дело и покрыла грунтовочкой. Потом мы это будем покрывать вот этой же смесью, шпаклевкой, которая на этих стенах. А Макс тем временем, чего это Макс делает, что? Герметизирует окошечко, чтобы не дуло ничего. Новости с полей. У нас немножко стопорится в мозгах процесс. У нас сейчас такая ситуация, что нет бабла на ремонт. Ну, у нас есть деньги на проживание, там, нам не хватает категорически денег на крупные покупки такие. Вот, поэтому мы как-то все по мелкому сейчас делаем. По идее, как бы, там, нам надо сейчас трассу под кондиционер, что-то там делать, протаскивать, не знаю, устанавливать, проводить, короче. Вот, для этого надо десяточку отдать. Вот, у нас, как бы, сейчас на такие вот крупные моменты денег нет. Поэтому что-то приходится вот доделывать, подделывать. Но в мыслях нам надо вот деньги и здесь, и сейчас, чтобы вот что-то купить. Поэтому, пока мы ожидаем поступления денег, мы делаем такую вот всякую работу. Стенами мы в основном занимаемся, но, как бы, это тоже нужно. И даже, когда появятся деньги, это все равно надо будет делать. Поэтому нам сейчас ни горячо, ни холодно. И мы ждем и занимаемся стенами. Вот он решил уже в ванной маяке установить. Вот. У нас, значит, вопрос вот с этим добром. Мы во вторник ждем людей, которые нам решат вопрос с этим полотенцесушителем. Короче, у нас не откручивается вот эта вот ерунда. И вот нам надо, и вот, короче, Макс договорился с сантехником. Тут договориться с сантехником как бы не так просто. Тут надо, ну, перекрывать стояк, отключать его. До этого мы управляющей компанией, чтобы вот те краны, там, горячее, холодное, в воду установить. Вот. Мы, короче, оплачивали по 600 с чем-то рублей за каждый стояк, чтобы его отключить. Макс это сделал за 5 минут. А вот с полотенцесушителем произошла полная засада. И вот, короче, нашим ключом, ну, газовый, трубный, как он там называется, единичкой, просто это не открутить. Пришел сантехник со вторым ключом, тоже не смог. Оказалось, короче, что у нас есть сосед здесь, у него третий ключ, и вот, короче, Макс побаивается, сам делает, боится сломать трубу. А тот, как бы, ну, уже сталкивался с этой ситуацией, может сделать это. Поэтому, короче, согласовали пока это на вторник, не знаю, там получится, нет, но, как бы, чтобы сантехник пришел, отключил стояк, потом пришел этот дядька-сосед и, короче, открутил там эти штуки, чтобы мы поставили свои краны. Вот, это у нас тоже немножко стопорит сейчас. Ну, а Макс пока с помощью луча выравнивает. Здесь нам надо... Стену мы тоже будем шпаклевать, да? Вот это. Все штукатурить? Ничего не будет? Вот это только штукатурить. А это уже просто клей и плитку на нее. Ну, вот, собственно. Ну, ванна у нас, короче, напоследок прям остается. Так, здесь сейчас видно, не очень хорошо, Света нет здесь, ну, немножко видно. Вот, эту стену, короче, тоже штукатурим, наверное, вот до этих пор где-то, потому что тут уже шкаф будет, мы ее не будем штукатурить. Вот, а это все будем покрывать штукатуркой. Это вчера мы, значит, Макс уже покрыл это первым слоем шпаклевки с этими дырками. Ну, чем-то их, короче, замажем потом. Вот это добро тоже мы будем покрывать. Не докрыли вчера, скажем так. Вот. Барахлишками свое притащили уже в спальню. Спальня у нас вот такая уже беленькая, прикольненькая получается, светлая такая. Вот, первыми слоями мы ее покрыли. На штукатурку уже тоже вот слой шпаклевки первые покрыли. Так, ну, я думаю, не будем покрывать шпаклевкой, наверное, или будем? А, будем. Сорянуть. Это тоже стена будет шпаклевкой покрыта, просто надо, чтобы она подсохла. Еще маятники нужно там вытащить. Вчера сосед припернул штукатурку. У нас до этого волма была. Больше как бы волма ни у кого нет. Все бентли среди штукатурок заказывают. Родбант этот самый. Ну и больше как бы других нет, поэтому взяли его. Вот так вот. Ну, эта стена у нас остается такой, какая она есть. Эту стену мы покроем чем-то там, короче, какими-то деревяшками. Ну, это еще тоже думаем. Ну, и эта стена вот здесь у нас будет кондиционер, трасса там, штрабление. Все это будет здесь, на этой стене. Ну, и потом ее уже будем там шпаклевать. В общем, дела потихонечку идут. Нам кажется, что очень все медленно происходит. Тоже уже, конечно, устали немножко от этого постоянного ремонта. Ну, я-то еще не так. Я как бы сколько, 10 дней живу только здесь. Ну, прям живу. Макс уже месяц. Чуть меньше. Уже тоже, конечно, поддепрессовывает. Все что-то надоедает. Ну, мы как обычно полежим, на что-нибудь другое переключимся. Потом устаем и делаем. Вот. Вчера у меня должен был быть банный день в хостеле. Я, короче, не пошла. Помылась у нас в ванной. Немножко, короче, налила там. Ну, там гидроизоляция лежит. В принципе, все там вытерло. Все нормально. Мыться можно. Как бы мы раньше мылись. И я помылась. Вот. Не пойду больше в хостел. Ну, и Макс, наверное, тоже тут будет мыться. Вот. Постепенно, короче, привыкаем.